приветствую пока что в эфире как говорится только наш питерский офис компании семьи я ваш покорный слуга и ваш партнер Соркин Дмитрий Владимирович приветствую кто у нас сейчас на связи тема сегодняшнего вебинара это будет как раз все что связано с нарушением дыхательной системы и верхних дыхательных путей это те проблемы которыми занимается в основном убор врачи я хотел бы осветить в теме сегодняшнего вебинара как можем помочь мы в этой ситуации параллельно с какими-то есть острые случаи когда мы говорим заглоточный абсцесс когда тензелит примерно такой что температура ангина под 40 то мы говорим здесь в этой ситуации конечно выбирает всегда пациент но если назначают антибиотики для того чтобы потом процесс не стал хроническим дальше как раз поможет в реабилитации и в тем чтобы помочь чтобы не было хронизации процесса помочь как раз может и мы здравствуйте Людмила здравствуйте Александр ваше сообщение и соответственно я буду рассказывать что касается сейчас это будет на поводу дыхательной системы посвящено три вебинара и первый вебинар это как раз верхние дыхательные пути это то чем мы в первую очередь воспринимаем как говорится кислород с атмосферой это касается наш нос рота носоглотка пазухи это будет как раз освещаться в теперешнем сегодняшнем семинаре и мы еще раз говорим что то что касается компании СИВЕЛЬ во главу угла мы ставим здоровье то есть мы не боремся отдельно с болезнью наша задача системно повысить здоровье на всех уровнях здоровье соответственно и психическое и соматическое и тогда в целом пациент будет справляться или наш партнер справляться с любой проблемой и вот теперь я прихожу как раз именно информации о болезни дыхательных путей или заболеваниях дыхательных путей чтобы было понимание у вас как у партнеров и как мы можем этому помочь то есть будет такая вебинар будет такая как мини лекция но скажем она такая не очень специализированная больше такая популяризационная и вот мы говорим дыхательная система если мы посмотрим внимательно я думаю у вас это есть это совокупность органов обеспечивающим функцию внешнего дыхания человека то есть насколько человек энергетичен это насколько он потребляет достаточно много кислорода которая дает как раз вот это вот нам возможность образовывать потом энергию в теле за счет этого газа обмена за счет этого образования наших вот этих вот клеточек в метахондриях вот этих самых АТФ чтобы человек энергетичен чем больше кислорода тем больше энергии соответственно и эта энергия дает силы действовать всему и вот мы говорим из чего состоит дыхательная система в первую очередь носовая полость в ней как раз воздух очищается от частиц пыли микроорганизмов согревается если требуется охлаждается и он увлажняется потому что там слизистая но тем мы говорим глотка глотка она как раз рядом с гортанью здесь проводится воздух из полости носа в гортань в глотке перекрещивается и дыхательная и пищеварительная система и они там разделены таким маленьким надгортанником то есть мы говорим фактически если вот как раз по восточной медицине которая рассматривает человека в целом они всегда рассматривают что в их понятии дыхательная система и желудочно-кишечный тракт это муж-жена есть такое понятие в натурфилософии китайской медицины то есть если проблемы есть в рот и носоглотке будут проблемы в желудочно-кишечном тракте и наоборот если есть проблемы в желудочно-кишечном тракте обратный заброс этого из желудка пищевода в рот и носоглотку это приводит к тому что здесь ляло текущее воспаление и появляется проблема дыхательных путей потому что всегда часть инфекции попадает через гортань в дыхательные пути через глотку в пищеварительную систему вот это то самое место где они согласно восточной медицине они как бы женятся и здесь если человек правильно подходит покушал по полощи зубы по полощи горло соответственно началась у тебя какая-либо проблема в рот и носоглотке будь добр всегда помоги еще и кишечнику потому что фактически часть инфекции попадая из рот и носоглотки в желудочно-кишечный тракт вызовет там проблему есть проблема с десными зубами появляется амеба десневая трихомонада ротовая когда она попадает в желудок вот этот мутант дальнейшей трихомонады ротовой называется уже трихомонадожелудочный или хеликобактер пилори это тот самый микроорганизм который вызывает эрозии язвы в желудке в двенадцатиперстной кишке то есть если мы не привели в порядок рот и носоглотку мы получим вплоть до язвы желудка или язвы двенадцатиперстной кишки это так вот в целом теперь мы говорим еще раз о дыхательной системе носовая полость, глотка, сама по себе гортань которая соединяет глотку с трахеей и как раз она содержит голосовой аппарат голосовой аппарат это касается вот тех самых наших голосовых связочек то есть они такие маленькие ими занимаются специальные доктора называются фониаторы и вот их очень ценят, хорошего фониатора очень ценят вокалисты вот все которые занимаются там голос России, голос Вети все знают что такое же фониатор потому что при любом отеке аллергическом ли, воспалительном ли, отеке вот этих самых гортани вот это так называемое заболевание парингит, ларингит то соответственно сразу появляется осиплость голоса и уже этот вокалист не может брать соответствующие ноты которые как говорится позволяют ему и быть скажем на вершине славы звездой и поэтому когда вот гортань это как раз не только лор врачи, но еще и фониатор этим занимается и вот когда дальше мы говорим о дыхательной системе потихонечку гортань переходит в трахею ее длина около 12-15 см такая трубочка которая достаточно имеет такие знаете как гофрированный шланг как вот к примеру душ соответственно насадочка вот он к примеру очень похож на этот душевой шланг он в принципе достаточно жесткий он хорошо пропускать должен воздух он обруленный имеет скажем так функцию проводить воздух легкий и выводить из него и вот если в принципе есть такое заболевание когда у человека возникает отек гортани так называемый ложный круг или он подавился и он не может дышать есть такая помощь скорая помощь которую могут оказывать ее учат в принципе как медиков так и парамедиков вот как раз в этой трахее делается разрез когда он человек задохнулся чтобы он не погиб и туда вставляется трубочка то есть вплоть до того что даже вот ручка которой люди пишут вот соответственно берут убирают туда стержень в дырочку вставляет и человек начинает через трахею дышать и он не погибает от удушья то есть вот это вот так называется операция манипуляция трахеостомия и это как раз делается манипуляция вот на этом вот трубочке она позволяет если все это правильно делается человеку не погибнет эта душа при том если он подавился если у него там произошел такой мощный отек да 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 это под пистеридным крещом это в районе щитовидной железы там как раз это все делается нащупывается то есть это прямо манипуляция обучают именно и медиков и парамедиков к парамедикам относятся те кто пожарные МЧСники, милиционеры они должны это все тоже уметь делать и вот следом за трахеей разветвляется это все наши дыхательные пути на так называемое бронхиальное дерево то есть сначала там такие крупные бронхи правую, левую а затем они все более мелкие и мелкие и до самых мелких таких бронхиел бронхиел это маленькие маленькие вот эти вот трубочки которые как раз подходят к той самой активной функциональной ткани дыхательной системы где происходит весь этот газообмен между кровью и кислородом это как раз легкие альвеолы и фактически вот эти альвеолы воспаление легких альвеолит может быть альвеол он очень часто бывает еще и зенофильный альвеолит это в принципе когда воспаление возникает в результате извините меня банальных глистов то есть опять вот здесь мы говорим о том как женится легкий и кишечный тракт определенных видов паразитов есть цикл развития что они вначале должны пройти как говорится в легкие там вот эти вот извините меня они дозревают затем они пошли вверх и должны откашляться человек должен откашлить а затем когда в процессе кашля он глотает свою звену они в кишечнике дальше уже достигают головозрелости и там разглажается так разглажаются аскариды и подобные круглые вот эти все ну скажем паразиты круглые черви и фактически как раз вот их продукты жизнедеятельности можно вызывать вот этот вот зенофильный альвеолит когда у человека как говорится могут поставить так называемую синдром бронхиальной астры то есть на начальном этапе это всего лишь синдром а вот дальше если это дело загнали гормонами которые будут дальше говорить или еще какими-то препаратами подобного действия вот тогда это становится уже серьезнейшей болезнью и здесь как раз уже пульмонологи помимо врачей берутся за этих пациентов ну и последняя часть вот это то что касается дыхательной системы я буду это потом еще говорить но вот мы говорим есть такое понятие плевральная полость вот плевральная полость оказывается легкие чтобы они у нас не соприкасались с ребрами они находятся в грудной клетке они в таком как бы в серозном мешочке серозный мешочек он обнимает эти легкие и дальше вторая стеночка серозного мешочка она прилегает к этим ребрам и легкие они справляются и спадаются во время дыхания как вот мешочек туда-сюда туда-сюда и эта серозная оболочка помогает очень плавно скользить чтобы не было вот этих всех проблем если же как говорится там возникает воспаление или там возникают какие-либо выпады легкие не могут соответственно уже справляться расправляться и спадаться нормально у человека страдает функция дыхания у него возникает недостаток кислорода в крови гипоксия он ходит бледный больной не хватает кислорода в мозгу кислорода не хватает многим органам но это как раз те самые состояния которые требуют обязательно помощи уже в стационаре и вот фактически мы будем сегодня обсуждать те проблемы которые возникают в носовой полости в глотке в гортане не касаясь то что касается трахея бронхиальное дерево легкие плевральные полости это то что будем мы сегодня вот это немножко обсуждать верхние дыхательные пути нос ротоносоглотка и соответственно пока все ну система я описал анатомию а теперь что она делает естественно она осуществляет внешнее дыхание волос с помощью носа мы воспринимаем запахи с помощью вот того самого охлаждения или нагревания воздуха мы поддерживаем постоянную температуру тела внутри также легкие за счет того что этот большой такой средиотканный мешок он постоянно в себе содержит кровь и за счет этого как раз малый круг кровообращения это осуществляется сердце легкие поэтому у него очень мощная функция именно в кровообращении это известно еще как говорится чуть ли не с времен средних веков теперь мы говорим защитная иммунная функция то есть здесь вот этот вот и нос и лимфосистема ротоносоглотки те же самые гланды а их там не только две штуки которых мы говорим нём их там восемь штук все лимфоузлы которые находятся в этой полости лимфоузлы которые находятся по ходу движения бронхиального дерева в легких лимфоузлах эти все лимфоузлы как говорится осуществляют мощную иммунную функцию и вот здесь как раз я бы хотел обратить внимание на мой взгляд очень часто пациентам бронхиальной астмы назначают так называемые безобидные как уверяют пульмонологи средства для оккупирования приступов бронхиальной астмы когда они задыхаются эти безобидные средства если вы увидите что там есть так называемый корт корт то есть какие-либо гормоны связанные с надпочечниками то есть сразу нужно понимать они снимают отек они помогают человеку дышать но они являются иммунодепрессантами в данной ситуации местными в начале в области дыхательных путей это ротоносоглотка легкие но и в целом они будут потом являться иммунодепрессантами или иммуномодуляторами по всему организму потому что мы говорим в организме все взаимосвязано и получается он как бы дышит но у него могут появляться те же самые раковые клетки в легке могут развиваться какие-либо бактерии вплоть до дуберкулеза опять же в легке если он еще при этом курит то у него эти риски в разы повышаются есть еще такое тоже средство которое помогает снимать проблемы связанные с аллергическим ринитом или с вазомоторным ринитом тоже сейчас очень полюбили не уложуя чип это авамис нозанекс это скажем такие прыскалки в нос они тоже в себе содержат гормоны и вот эти гормоны они в данной ситуации убивают иммунитет в рот носоглотки в том числе и ребенка и когда фактически потом элементарно он приходит в детский сад в школу или даже в общественном транспорте идет наша ну сезонная назовем ее эпидемия острых респираторных вирусных инфекций дети все этим делятся иммунитет у них еще не созрел несовершенный если они вот этими средствами пользовались вначале авамис нозанекс против проблем носа затем не дай бог еще назначат пульмикорд симбикорд по легким то в принципе этот ребенок обречен на длительные хронические рецидивирующие инфекции дыхательных путей и развивается он скажем так уже проблемно то есть он не является нормальным ребенком физически активным у него за счет гипоксии хуже работает как говорится дыхательные пути и мозг и естественно он немножко растет в этой ситуации в силу того что он пропускает какие-либо занятия и так далее он может очень часто расти или социально дезатаптированным или даже психосоциально то есть у него в принципе отстает может программы то есть он такой типа троечник начинает уходить в игромании еще какие-то проблемы а все начинается с того что просто-напросто таким деткам как бы не лечат причину не лечат системно а просто убирает симптом дали пшикалку в нос гормонами дали пшикалку как говорится в легкие у него типа он не задыхается а там проблема всего лишь глиста к примеру может быть и проблема в позвоночнике и в принципе дальше вот это все как снежный ком идет и как раз вот то что я сейчас хочу вам рассказывать это чтобы в принципе мы могли эти вопросы помогать купировать или реабилитировать таких вот людей с помощью возможностей то что есть как говорится в компании 7VL но только при четком понимании системного подхода анатомия органов дыхания то что я перечислял и вот заболевание этих органов дыхания оно связано с как мы называем латинскими названиями этих органов чтобы вы понимали и так вот смотрите воспаление носа по латыни называется винит ну в простонародье называется настройка теперь воспаление пазух это называется по латыни синусин соответственно верхние челюстные пазухи называется гайморит лобные пазухи это называется фронтит и вот так вот самые разные этмоедит то есть те кто лор врачи знают но когда говорят синусит или гайморит это воспаление уже проникло в воздухоносной полости дальше как говорится по ходу вебинара это освещу воспаление в ротовой полости когда глотка и гортань соответственно фарингит глотка гортань ларингит а вот если еще воспаляется как раз там 8 гланд то есть 8 вот этих вот так называемых иммунных барьеров на пути инфекции Невные миндалины трубные миндалины глоточные миндалины язычные миндалины соответственно они так далее они если воспаляет называется тандири обычно удаляют только две гланды удаляет две гланды это неопные другие миндалины гланды не удаляют и в принципе если инфекция затрагивает дневные миндалины она затрагивает все остальные миндалины и сейчас чтобы вы понимали фактически очень часто происходит то что в миндалинах помимо простудного вируса аденовируса или риновируса или гриппа парагриппа очень часто у этих детей скажем так особенно детей касается в своем вебинаре возникает такой население воспитательства вирусов группы герпеса особенно вирус Эпштейн-Бар то есть тогда когда он в горта на глотке он вызывает так называемую моноцитарную ангину ее четко видно по анализу крови повышенные моноциты пониженный иммунитет то есть лимфоциты слабые нитрофилы слабые вот там засел Эпштейн-Бар если он дальше с током крови развивается попадает в печень и селезенку возникает заболевание инфекционного нуклеота которого даже когда ребенка вытаскивают он длительно находится в таком вяло текущем иммунодефиците потому что Эпштейн-Бар у детей вызывает хронический иммунодефицит у людей взрослых это может вызывать вплоть до рака не только лимфомы там какой-нибудь вплоть до рака понятно да соответственно когда мы говорим о танзелитах то всегда мы должны понимать Эпштейн-Бар если даже небные миндалины удалили но он в принципе может остаться в других миндалинах и этому ребенку надо повышать иммунитет надо активизировать правильную работу иммунной системы но это делать надо комплексно системно и продукция компания СМВЛ как раз позволяет осуществлять за счет того что есть у них препараты на основе грибов мы говорим вот тот самый кардицепс тот самый шиитаки тот самый линжин они в комплексе своем очень хорошо помогают справляться вот с этими вот вирусными друзьями в кавычках которые нам совсем не друзья плюс к этому помогает то что связано с пауда как кора муравьиного дерева а то что связано с бактериями хорошо помогает цитролайф это как раз уже будет в дальнейшем если освещать но чтобы вы понимали вот эти все танзелиты они не так просто людям заканчиваются то есть очень часто там посевается определенная вирусная инфекция вместе с грибками и бактериями она хронизируется и лечить этого человека можно бесконечно а осложнение вот таких заболеваний это всегда какие-нибудь ревмоподобные или ревматические осложнения это сердце суставы сосуды эндокринная система то есть если там проблема есть экштейн-барцитомигаловирус или аденовирус ротомосоглотки вот вам аутоиммунный тироидит а сейчас это в принципе что ни возьми женщину у нее аутоиммунный тироидит или какие-то узлы в щитовидной железе а все начинается оттуда ротомосоглотка то есть где-то что-то недолечено и потом в конце концов это все уколось и вот теперь мы говорим о симптомах когда вот воспаленные скажем так есть эта ситуация при остром респираторном вирусной инфекции а также при аллергическом состоянии и вот этого пациента это как раз тот самый ваш как говорится партнер которому вы можете помочь с помощью нашей продукции вот мы говорим смотрите краснота слезоточивость глаз то есть это может быть как при аденовирусной инфекции так и при аллергическом конъюнктивите мы говорим гнусавый голос выделения износа то есть отек гнусавый голос отек тех самых голосовых связок выделение износа это как раз тот самый аллергический ринитер и соответственно кашель это по сути дела часть вот этой всей слизи которая попадает как она бактериальная так она аллергическая или вирусная попадает когда в трахею это всегда откашляется ну естественно мы говорим уши они связаны с ротоносоглоткой через так называемые евстахиевые трубы если там есть проблема естественно будет определенная заложенность в ушах это те симптомы которые как раз вот я о которых рассказываю эти симптомы соответствуют тем заболеваниям при котором мы вполне можем помочь и вот один из первых первых заболеваний которым я хотел осветить в верхних дыхательных путей вазомоторный ринит это ринит который подразделяется на нейровегетативный и аллергический что такое нейровегетативный ринит это когда у человека проблема в шейном отделе и крепление вот это вот как раз дети очень часто после родовой травмы нестабильность шейного отдела и немножечко голова как говорится на этой шее гуляет и у него начинает кровоснабжение иннервация то есть нервы снабжать должны определенные наши органы кровоснабжение это касается ток крови пришел через позвоночные артерии ушел через деревные вены там должен хорошо циркулировать спинномозговая жидкость ликвар и должна хорошо циркулировать лимфа если тут возникает затруднение вот как раз и появляется тот самый вазомоторный ринит который пришел как говорится с холода на мороз или на мороз с тепла на холод у него сразу все там в носу отекает начинает у него слизь глаза вот как раз вот те симптомы которые я сейчас перечислял вот они как раз могут в этой ситуации все развиться то есть это просто-напросто с ним должен работать в первую очередь вертобронавролог остеопат а дальше здравствуйте лечебная физкультура где есть принцип волны это может быть плавание это может быть соответственно лыжи это могут быть самые различные игровые виды спорта где волна есть это могут быть какие-то оздоровительные системы на основе цигуна, тайзи цюань, йоги или что в зависимости от возраста потому что детям это не интересно больше игра интересно значит вот эти все симптомы вот эти все симптомы это как раз и есть вазомоторном рините который должен помогать вы становитесь родители как врачами лечебной физкультуры остеопат убирает грубые блоки и дальше это развивается ну и соответственно он же делится еще на аллергический ринит то есть это тогда когда идет контакт с аллергенами то есть здесь мы сразу чтобы понимали такую вещь аллергенов сейчас в наше время 21 век с каждым поколением получается аллергенов все больше и больше то есть идет постоянная вот это вот извините меня определенная химизация самых различных в нашей внешней окружающей среды и в целом люди становятся более аллергичны если они не повышают порог на чувствительности к этому то есть есть различные способы скажем чтобы человек не реагировал так на аллергенов это как раз вот аллергия вы помните когда я говорил в предыдущих вебинарах это проблема иммунитета если то что я говорил нейровегетативно это проблема шеи головы сосудов а аллергический это проблема иммунитета и как раз вот здесь вот и мы и можем помочь и вот этот вазомоторный ринит это невоспалительное заболевание очень часто ко мне приводят детей да и взрослые люди приходят у него постоянный насмор то другое третье но на самом деле это не надо его лечить антибиотиками не надо его лечить гормонами тем более то есть это просто-напросто надо поставить шею на месте вместо со стаопатом а дальше правильно лечебная физкультура и подкорректировать иммунитет нашими возможностями нашими вот этими грибными препаратами будет все вставать на место понятно то есть фактически этот пациент не является пациентом скажем только лор-врача здесь получается должен с ним поработать иммунолог аллергон дай бог чтобы был грамотный чтобы сделать десенсибилизацию то есть повысил порог нечувствительности к этим разным аллергенам и чтобы с ним поработал хороший детский невролог владеющий мануальными остеопатическими техниками который понимал где что проблема или хотя бы направил хорошему скажем так врачу лечебной физкультуры потом этого ребенка а не залечивало его просто какими-то нейротропными психотропными не дай бог препаратами ну теперь следующее заболевание это которое связано у нас с верхней дыхательной пути заболевание связано с воспалениями воздухоносных полостей или то что называется пазухи пазухи это называется синусы по латыни поэтому заболевание эти называется синуситы и вот смотрите лобные пазухи лобные пазухи это как раз вот они в области лба да головная боль очень часто может быть связана в этой области банально там засела инфекция плавненько она у нас с рота носоглотки туда перекочевала и раньше таких больных им даже вплоть до того что делали операцию долбили эту полость а дальше как говорится ее лечили долбили чтоб возможность была промыть потому что вот эти так называемые вот они вот здесь видно как раз верночелюстные или гайморовые пазухи до сих пор эта операция под названием прокол но многие подвергались кто был хронический гайморит знает о чем это речь сейчас в принципе это лечит немножко уже все по-другому то есть очень часто сделали рентген нет у того у нас очагов гноя такого заполненности аллергический такой называется серозный гайморит его лечат по-другому также к пазухам относятся так называемый решетчатый лабиринт его воспаление называется этмоэдит это как раз между лобными пазухами там в глубине заносом вот этот этмоэдит и еще более глубокие пазухи называется клиновидные пазухи или заболевание сфеноэдит и когда звучит такой диагноз у какого-нибудь из ваших партнеров или знакомых называется полисинусит это говорит о том что уже или синуит говорят врачи синуит это фактически уже воспаление во всех этих пазухах то есть инфекция поселилась везде то есть этот пациент в принципе страдает и у него формируется скажем такая маска страдания на лице головные боли ему лечат как говорится самыми разными средствами противовоспалительными и пытается антибиотиками это все победить но следом за бактериями здесь поселяются грибки под грибками прячется опять же иммунодефицит и он на любые вирусы опять реагирует в том числе вирусы группы герпеса и переходит это в хронический процесс и вот здесь опять мы вполне можем и должны помочь данным людям с помощью наших возможностей ну симптомы синусит или гаморита всем известно особенно если хочу то что касалось предыдущего это насмор заложилось носа першение в горле головная боль головная боль при пазухах воспаление пазух она очень часто потому что здесь очень часто может быть осложнение данной проблемы это соответственно по мозговым оболочкам это может быть даже соответственно приводить вплоть до менингита и один из симптомов которые если есть какая-то жидкость в этих пазухах если человек наклонил голову наклонил голову и у него усиливается какие-либо вот это ощущение как бы отека во лбу или в области носа или если мы даем на эту область ему там болезненно то есть фактически это уже симптом что здесь уже как говорится проблема коснулась уже пазуха ну естественно золотой стандарт считается с помощью обследования регионологического чтобы посмотреть что там эти пазухов происходит потому что там очень четко видно как говорится на регион картине когда там просто отек или там соответственно есть какие-то уже уплотнения или скажем комки гноя назовем его так ну и следующее заболевание которое тут кто только это не заболевал в нашем как говорится современном социуме это заболевание тонзелит или ангина соответственно ангина это ангия это когда боль это воспаление тех самых миндалин а вот дальше как говорится они начинаются становиться те самые рыхлые вяло текущие такое идет извязление слизистой оболочки там гнойнички или пробки и естественно там разрастается соединительная ткань то есть эти вот наши лимфоидное образование немные миндалины становятся неполноценно функционирующим но это касается всей лимфоидной системы ротоносоглотки то есть первый барьер который идет на пути любой инфекции в организм это лимфоидной системы ротоносоглотки и это говорит о том что этот барьер который при тонзелите он заинтересован и фактически здесь надо уже помогать именно иммунной системе иммунной системе в первую очередь и фактически здесь этим занимается не только врачи но и иммунологи а если это пошло уже далеко и всерьез даже ревматомами при причинах хронического тонзелита это чаще всего когда когда организм не справляется с функцией очищения и вот эта функция очищения замедление лимфотока опять связано с шеей с малоподвижным образом жизни какими-то блокировками или если человек неправильно питается и у него вся эта слизь постоянно задерживается что в кишечнике а затем следом как говорится в дыхательных путях то фактически эти самые медалины они становятся источником инфекции интоксикации и реализации всего организма и здесь основной причиной является развитие этого это снижение иммунитета опять делать на можем помочь вот только у наша возможность наших препаратов чем хороша в отличие от других иммуностимуляторов в том первое что мы сразу это четко запомнили чтобы это был хорошо понятно эти наши препараты они позволяют если у человека есть ревма настороженность то есть тогда когда хронический тонзелит уже перешел в стадию ревматических каких-либо осложнений иммуностимуляторы стимулирует этот ревматизм иммунодепрессанты приводят к хроническому вяло текущему иммунодефицит поэтому получается очень часто иммунолога о чем подействовать чтобы одновременно и ревматизм не выстрелил как говорится и в иммунодефицит не загнать а здесь как раз препараты которые вот именно грибные в фирме Симвиэль компании Симвиэль они как раз и позволяют уйти за счет рейши или линжи грипп уйти от ревматических аутоиммунных осложнений а за счет кардицепса и шиитаки с полдарка мы соответственно убираем все эти самые разные иммунодефициты и вот эта вот коррекция иммунитета которая позволяет осуществлять именно продукции компании Симвиэль эти вот грибные препараты и другие их есть компаниях я к тому что сейчас на рынке достаточно много их я просто к тому что фактически меня чем это привлекает компания Симвиэль что здесь достаточно капельками даже помогать то есть не обязательно пить это вот как той же компании Феникс или еще что-то чуть ли не флаконами то есть настолько хорошие препараты что помогают они капельками которые мы разводим водички сосем как вот гомеопатию под язык она начинает 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 работать и для детей и остальных это очень важно но признаками гектанзелита здесь еще раз повторю то есть это гиперемия это покраснение и валикообразное толщение вот этих вот нёбных дужек рубцовые спайки это как раз разрастание соединительной ткани между миндальными нёбными дужками они рыхлые или они уплотнены и со всякими пробочками так называемых казеозными гнойными или там вообще вот появляются такие как бы лакуны или так называемые пещеры появляются в этих гландах и там прямо вот этот жидкий гной и эти пробки которые вот если посмотришь видны как говорится они или желтые или белые белые это признак того что там гриппи желтый это признак что там статилококк зеленый это стриптококк то есть вот такая вся тема и естественно при этом возникает воспаление всей лимфатической системы мы говорим региональный лимфоденид это увеличение всех лимфоузлов зачелюстных, шейных то есть вот это по сути дела как раз когда страдает вся лимфосистема не только нёбные миндалины или так называемые претензилиты и вот теперь последнее то что бы я хотел еще коснуться заболевания на сегодняшнем вебинаре это вот всем известное заболевание аденоиды люди в принципе знают аденоиды, слышат слово это аденоиды, аденоидид а вот где они даже не представляют на рисунке это у нас как раз показано смотрите вот он нос вот она соответственно рота глотка вот она гортань и вот как раз получается вот эти вот разрастания лимфоидной ткани за как бы носом между гортанью и глоткой то есть как бы над гортАной и глоткой разрастаются эти вот лимфоидные образования неполноценные такие они плохо работают, точно так же как и в гландах И фактически плензелит очень часто вместе с аденоидами и формируется даже у таких детей аденоидное лицо. Это в принципе, если их не пролечили, у них становится вот такое лицо, немножко они вечно сидят с открытым ртом, не дышат носом, у них какой-то вытянутый лицевой череп. Ну в принципе яркий пример тот самый Макаревич, наш знаменитый, как говорится, машина времени. У него типичное аденоидное лицо, у него, вы знаете, эта проблема в детстве была, и в принципе это достаточно часто бывает, скажем так, у современных детей. И мы говорим, вот это смотрите, затруднение носового дыхания, особенно во сне, и это приводит к храпу, закрытой гнусалости, хронический насморк, вот это то, что отдает это все дело в уши, и появляются тот самый хронически повторяющийся различные серозные вот эти атипы, негнойно-осерозные. И естественно, последствия вот этого хронического кислородного голодания, они отстают в умственном и психическом развитии этих детей. Ну слава Богу, Макаревич, слава Богу, все хорошо, как говорится, случилось, но в целом это многие дети страдают. Изменение развития лицевого склея, это как раз то, что я говорил, аденоидное лицо, и у них формируется грудная клетка тоже неправильно. У них возникает так называемая, это называется у нас у врачей, куриная грудь. То есть, как будто у него киль такой из груди, потому что фактически у него вся дыхательная система работает неправильно, и вот этот аденоидный ребенок, у него даже по груди видно, что фактически он и дальше формируется здесь неправильно. Ну и естественно, вот это вот затруднение дыхания и все остальное приводит к тому, что у этих детей, как один из симптомов комплексных, проявляется даже ночное нержание мочи. Вот эта аденоидная, скажем так, проблема, она говорит о поражении, это называют такие дети, лимфатический диатез. То есть, у них у всех немножко неправильно работает вся лимфа. А фильтр тонкой очистки лимфы, это в принципе мочеполовая система. И очень часто у этих детей еще и позвоночные проблемы, за счет чего мы говорим. Если ротоносоглотка, проблема в шейном отделе. Но она не ходит одна, и все остеопаты это знают. Потому что если есть проблема в шейном отделе, позвоночник это пружина, будет проблема в крестцовом, в пояснично-крестцовом отделе. И проблема в пояснично-крестцовом отделе, это как раз и есть тот самый нейрогенный мочевой пузырь, который приводит вот к этому ночному НРС. Фактически это опять должен здесь, если системно с этим даже казалось брадиноидами работать, надо опять, чтобы был остеопат и опять, чтобы был, как говорится, правильная лечебная физкультура для данного ребенка. Помимо коррекции иммунитета, восстановления, скажем так, его даже психоэмоциональных, психомоторных отставаний. Когда мы говорим о фитотерапии органов дыхания, а мы говорим, что вот те препараты, которые именно возможности в компании Симвиэль, они относятся к препаратам натурального ряда или фитопрепаратам, мы говорим, что у них какое очень важная задача. Это местно помочь справиться со всеми бактериями, противовоспалительно, также сделать иммуномодуляцию, но техничную, уйти от аллергии, уйти от арифматичных аутоиммунных состояний, иммунодефицита, помочь справиться организму обязательно с вирусами и грибками. Также эвакуация мокроты, подавление кашля, снижение температуры тела, борьба с гипоксией и естественное лечение профилактикой легочной недостаточности, которое приводит, к примеру, некоторых этих растущих детей, вплоть до куриных грудин. И вот, когда мы говорим здесь, вот я еще раз хочу подчеркнуть, что в компании семье основное направление, то, что я сейчас озвучивал, я озвучивал для вас обычные точки зрения врачей узкой специализации, я озвучивал для вас, как эта болезнь выглядит, какие симптомы, почему это, к примеру, происходит так вот, не в целом, а популярно пытался объяснить. И вот, в отличие от больницы, мы говорим, наша задача сделать его, не вылечить, а сделать его здоровым. Когда мы говорим о том, что мы делаем его здоровым, мы понимаем, что здоровье слагается из правильного питания, гармонии с окружающим миром, активный отдых, режим дня, хорошие условия работы. То есть мы должны системно подходить к этому вопросу, а не только сумнуть ему в нос авами с именозанекс, а дать ему вдохнуть этот пульмикорд и на этом, как говорится, иди, ты уже дышишь свободен. То есть фактически мы должны подходить системно к этому вопросу. И мы понимаем, что факторов ухудшения здоровья очень много. Помимо всей этой бытовой химии, помимо вот этого лечения, как говорится, от этих авами с именозанексом и всем остальным, неполноценного этого иммунитета, за счет того, что он еще у нас там, куча у него инфекций, паразитов внутри, за счет того, что у нас постоянно эти дети начинают там, не знаю, со школы, ходят с этой трубкой у головы, это тоже влияет на иммунную систему ротоносоглотки, помимо того, что кушают там, соответственно, колу вместе с всякими там фастфудами, бигмаками и не знаю, там еще всякой гадостью, мы понимаем, что это все надо помочь, как говорится, в комплексе, но в комплексе мы говорим, вот у нас четыре кита, которые мы должны ему простимулировать, вот, пожалуйста, иммунитет, вот, пожалуйста, нейроэндокринная система, мы говорим психика, мы говорим система соединительной ткани, когда мы говорим об этом, мы подозреваем, вот она, нейроэгитативная система, здравствуй, физкультура, здравствуй, остеопат, если там какой-то грубый блок, он убирает его, массажист, мануальный терапевт, но желательно тот, кто владеет остеопатическими еще тоже мягкими техниками, и на этом хрустеть этим, скажем, пациенту, важно ему, как говорится, помочь и направить, и это очень важно, если вы, соответственно, будете в этом направлении дальше подсказывать и знать, надо вам виды лечебной физкультуры, как нашим партнерам, то есть там, где есть принцип волны, если вы это будете рассказывать, то будет все нормально. Десятый, не сбой. Это вроде нормально у нас сейчас работает. Хорошо, поехали дальше. Эндокринная система. Здесь мы говорим, это как раз эндокрина эмоций. Истощенные на почечнике, куча адреналина, на почечнике истощаются, организм не борется ни с воспалением, ни с аллергиями, ни с ауфимонными заболеваниями. Если кара и подкорка не дружат, гипоталамус, гипофиз, высший центр саморегуляции, все поехало. Нам надо везде это все тоже подрегулировать. И здесь мы говорим, эндокринная система связана как с позвоночником, так и с психовегетативной стороной нашей жизни. Люди, как говорится, вот эти ложные цели общества потребления, которые нам сейчас интенсивно насаждают мозг, понимаете, надо в этом отношении, как говорится, понимать, что хорошо, что плохо, что приоритеты расставлять вода правильно. Кто расставляет их неправильно, тот потом страдает, понимаете. Лабутены не делают нашу жизнь счастливее, а вот, скажем так, неработающий нос делает нас гораздо больными, и вот то, что я вам рассказывал, у детей это вплоть до оставания в умственном психическом развитии, и вот эта куриная грудь, и вот эта будет писаться до безобразия, понимаете. А мама в лабутенах, это не даст, как говорится, вам счастья, давайте лучше, как говорится, вместе с ребенком заниматься, скажем, какими-то активными видами спорта, которые оздоравливают, и, скажем, дарить друг другу понимание, любовь и, скажем, добро. Ну, иммунная система, тут я уже говорил не раз, и, соответственно, вот та самая средняя ткань, чтобы вы понимали, когда мы говорим о дыхательных путях, очень важно понимать, что один из самых больших среднятканных органов, пропитанный вот этой среднятканью, это легкие. Легкие, то есть фактически это мешок, сдувается-раздувается, сдувается-раздувается, как только там средняя ткань становится плотной, сразу хуже работает сдувание-раздувание. Как только отек плотный или еще что-либо, фактически им надо помогать выводить эту самую разную, скажем, ну, условно говоря, токсины и пульки, скажем, отхода жизнедеятельности микробов, которые там находятся вместе с экологическими вредностями, и затем, соответственно, восстанавливаться за счет того, что должна вот эта вот экскурсия, вздохнули-выдохнули, это аэробные виды нагрузки, дыхательная гимнастика и так далее, это будет сразу восстанавливать те самые легкие вместе со всей вот этой вот лимфой, кровью, соответственно, со всеми этими пазухами и слизистыми. Потому что как раз вот эти слизистые, они каждые 5-7 дней обновляются, а вот целительную ткань, ее надо методично, как иммунитет, она более-менее приходит в чувство такое стабильное, хорошее, скажем, состояние только где-то через 3 месяца, только через 3 месяца, не раньше. И когда мы говорим про ауторопатию, которая осуществляется как раз в режиме того, что мы делаем, скажем, в системе компании Синвейер, мы говорим, мы лечим организм как целостную систему и мы его, скажем так, правильное питание, структурированная вода, соблюдение режима работы и отдыха в соответствии с естественными природными ритмами, физические и дыхательные упражнения основаны на принципе золотого сечения, потому что это гораздо быстрее приводит к здоровью, чем все остальное. Ну и соответственно то, что как раз используется компания Синвейер, еще раз и еще раз повторяю, травы, грибы, гомеопатия, лечение движением, камни, магниты, вода, ну и если мы, как говорится, правильно себе ставим, правильно музыку слушаем и правильно себе ставим приоритеты, это как бы и наша психотерапия. И вот теперь 3 кита, которые мы осуществляем, когда лечим вот этих заболеваний. То есть наша задача запустить саморегуляцию. Он не видит, не слышит? Да. Саморегуляция, это как раз вот то самое, от гипоталамуса, гипофиза до самых клеточек, до самых окраин, чтобы все работало. Что может помогать в этой ситуации в компании Синвейер? Мы говорим Арктика, Синвейер, Форте. И когда я говорю о верхних дыхательных путях, есть два варианта. Или мы капаем под язык, или мы капаем в нос, или мы соответственно берем, и вот есть такие, как мы сейчас сделали новые препараты, эти эликсиры тоники, а есть вот даже банальный аквамарис, который вот эта пшикалка в нос 30 миллилитров, его открыли, туда залили этот Арктика и Синвейер, и мы начинаем в одну ноздрю, в другую ноздрю, пшикнули, когда у нас вычищен нос. И фактически мы уже запускаем эту всю саморегуляцию. Почему я говорю, всасывается в слизистых вот этих верхних дыхательных путей лекарство почти как под языком. Почти как под языком, то есть фактически быстродействующие лекарства, они хорошо очень там всасываются, начинают действовать на гипоталамус, гипофиз, на весь целом организм системно. И поэтому как раз и говорю, что вот эти препараты, которые дают наши лор-врачи, любимые вот эти вот с гормонами Нозанекс, Авамис, Пульмикорд, Симбикорд, они быстро снимают симптом, но они в целом системно угнетают или так нарушают регуляцию иммунную во всем организме. Ну и следующее, что касается саморегуляции, это как раз вот эти вот чаша структуратор СИВЛ или соответственно поставка жилелкой и так далее, когда мы эту жидкую структурируем, а там как раз заложены пропорции золотого сечения, у нас заложены как раз гомеопатические вот эти препараты, которые помогают справляться с самыми разными инфекциями. Вот фактически мы это когда начинаем это все дело пить, мы начинаем правильно реагировать иммунитет, это как вот удобно, скажем так, условно говоря, как мини-вакцина против всех вот этих инфекций, которые способствуют рецидивированию данных вот этих процессов. Очищение, за счет чего происходит очищение в компании СИВЛ? То есть смотрите, антибактериально-антигрибковое, цитролайф, по 12 капель на 100 миллилитров воды 3 раза в день за 20 минут до еды. То есть это у нас естественный антибиотик, антимикотик. Если вот так вот вы делаете, соответственно, пьете достаточно много вот этой водички, которая у нас структурирована, и, скажем, не едете ту еду, которая слизеобразующая, к нему относится сладкое, мучное или, не дай бог, еще всякая вот эта вот пищевая химия или там фастфуд, то фактически организм успевает очищаться от этой слизи в животе и в дыхательных пупях. И цитролайф в данной ситуации поможет этому. Второй препарат, который здесь тоже очень важен при всех этих ринитах, при вот этих вот танзелитах, синуситах и аденоидитах, это паударка. Паударка – это достаточно хороший, мощный иммуностимулятор, когда инфекция завезла внутрь лимфоузлов, внутрь клеток лимфоузлов. К ним относятся, в первую очередь, вирусные инфекции. Это касается аденовируса, вирусы группы герпеса. Они там очень хорошо себя чувствуют. И даже против полипов, папиллом он тоже помогает. Его пьют по капсуле три раза в день за пять минут до еды. По капсуле три раза в день за пять минут до еды. И вот чтобы не случилось затем ни аутоиммунных, ни аллергических состояний, ни иммунодефицитов, вот здесь вот как раз вместе с паударкой надо принимать линьжи. По капсуле три раза в день тоже самое за пять минут до еды. Поэтому здесь паударка надо вместе с линьжи. И обращает он на это особое внимание. Потому что в капсулах линьжи как раз есть те самые грибы, которые не дают уйти в аллергии, в аутоиммунное состояние. И они помогают опять же бороться и с грибками, и соответственно вот с этими канцерогенными вирусами, к ним относятся вирусы группы герпеса и вирусы папиллома вируса. То есть у него как раз вот эта вот пара, запомните эту пару, паударка или линьжи капсулы, они три раза в день за пять минут до еды, того и другого, очень хорошо помогает при вот каком-либо вялотекущее рецидивирующем иммунодефиците, связанном с герпесом, с полипами, папилломами и даже, извините меня, с какой-либо такой опухолевой настороженностью. То есть раковой настороженностью это помогает. Но его надо опять же так, чтобы вы потом активно себя промывали, промывали, промывали. И вот теперь следующее восстановление. В плане восстановления хочу опять особое внимание обратить на тот препарат, который есть в компании Сибель, это коллаген. То есть это препарат, который в себе содержит основное вещество для всей соединительной ткани, для вот этих легких, для сосудов, для крещей, для связок, ну для состояния даже кожи в принципе. Мы говорим в данной ситуации легкие, мы говорим и туда же еще входит хондроитин и глюкозамин. И вот мы когда его разводим в водичке, по кофейной ложке буквально, на стакан воды, он одновременно является еще и сорбентом. Понимаете? То есть чем он еще хорош, он такой киселеподобный, он в принципе у вас еще и сорбирует. То есть он помогает еще, все что погибает вся эта дрянь, он помогает еще ее выводить мягко. Ну и соответственно для восстановления конечно очень важно таким людям помогать, это витаминами и микроэлементами и естественно хорошей микрофлорой. А это как раз во время приема пищи делаем этот комплект такой витаминно-минеральный коктейль и плюс при биолайф по чайной ложечке на стакан воды и пожалуйста два-три раза в день во время приема пищи. Если вы будете эти мероприятия все осуществлять, господа будете здоровы. Вопрос только скажем, насколько вы четко это будете делать, насколько вы грамотно будете подходить системно. А как раз чтобы вы подходили системно, это вот и есть то, что я провожу работу с вами сейчас на вебинарах и пытаюсь чтобы вы понимали, что эти проблемы надо решать системно. И двигаться, и правильно пушек пить, и обязательно себе в остальных ситуациях помогать. Если там что, профилактика делается, женщины в менструальный момент, а все там остальные, мы даем дата рождения, плюс-минус где-то 5-10 дней, то есть это вот условно говоря, родительство 15-го числа, плюс-минус 5-10 дней, делайте себе профилактику, если вы опасаетесь, что у вас опять симптомы туда пошли. Все, в целом у меня на этом все. Если какие-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Не забыть. Начинать не будет. Звучит получать работы. Если вам лайк, это ещеhas разработка. Подписывайтесь на, что tijd можно поехать. Поскольку-либоvest, догонимаю. Совсем иди, поскольку. Добро-либо… Почему в возрасте появляется бессонница? Смотрите, есть такая вещь, раньше даже назначали людям в возрасте, такой препарат ценно-резинчик и так далее. Вот смотрите, есть такой гормон серотонин и гормон мелатонин, они в принципе взаимосвязаны. И когда с возрастом происходит старение позвоночника, а туда проходят эти позвоночные артерии в межпозвонковых промежутках кровоснабжения правильного мозга, и когда происходит атеросклеротическое изменение в сосудах головы и соответственно в самой нервной ткани, то как раз те самые гормоны, которые связаны с гормонами позитива радости и хорошего сна, они страдают. То есть в возрасте, мы говорим, не занимается человек ни гимнастикой, ни для головы, ни для спины, соответственно не помогает себе едой, которая помогает сосудам, во первую очередь продукты, богатые витамином С и Е, у него это начинает, скажем, каскадно увеличиваться до тех пор, пока он что-то не перестает спать. Ну и естественно, не дай Бог, если он еще смотрит зомбоящик. Потому что то, что сейчас по зомбоящику, я не знаю, там и в возрасте человек перестанет, даже молодой перестанет спать, если он начнет вникать в то, что там говорит. Потому что люди в возрасте, которые дожились, как говорится, до того, что все их идеалы разрушили и так далее, если включая зомбоящик, это просто стресс страшный. Не слушайте, как это, не читайте большевестный газет, не смотрите наш зомбоящик, потому что это только ведет к бессоннице, лучше походите с палочками, как говорится, по природе, послушайте музыку, птичек, или там собаку выигрывайте, но только не сидите на месте, как говорится, больше позитива. Я понятно объяснил? Проискать и нет. И как помочь? Значит, смотрите, в данной ситуации, повторяю еще раз, есть так называемый парадокептический вот этот вот на шею, парадокептический на шейник, соответственно, в компании Семьвель, на поясницу. Затем мы говорим, есть вот эта лечебная физкультура, где у нас по принципу волна, будьте добры, ходите с палками, будьте добры, делайте упражнение типа 5 тибетских жемчужин или земные поклоны с простиранием, вы тренируете и спину, и голову, и сосуды головы. И есть витамины для головы, называется это для сосудов, омега-живица. Следующее, что вы еще можете помочь, это так называемый вот этот вот, условно говоря, опять же Арктика, людям в возрасте она поможет. Ну и последнее мы говорим, это правильно структурированная вода. То есть будьте так добры, если вы начинаете, вот это вот, например, есть подставка, да, или есть, к примеру, вот этот вот чаша структуратор. Если вы там заварили какой-нибудь там, условно говоря, вечерком чай, типа любого успокоительного сбора, вот такой крутой такой заварки, это где-то чуть ли не 3 столовых ложки на стакан, купите в любой аптеке, везде продается аминокислота, глицин. Если вы вот это вот дело, настояя на подставочке или в этой чаше структураторе, выпили вечерком, понятно, да, то фактически вы себе помогаете как раз правильной выработке вот этого гормона, который режим сна и бодрости начинает включать, это мелатонин. Но самое главное, мы говорим, эпифис, это железа, которая вырабатывает этот гормон, и гипоталамус, гипофис и кора должны дружить. Вы мне лучше знаете, когда вам не спится, лучше помолитесь, или, как говорится, какую-нибудь приятную музыку послушайте, и вы у меня тогда вот, не надо там баранов считать, лучше прочитать там, не знаю, там 30 раз отче наш, и вы спокойно заснете. Вот и так вот, боритесь с бессонницей. При сахарном диабете какого типа? Можно ли при сахарном диабете принимать коллаген? В принципе, можно, но только его надо разводить в воде, в воде, в воде, еще более активно, чтобы там даже он вообще не был слабым. Понятно? Но опять же, есть диабет какого типа? Есть диабет, который аутоиммунный, где требуется инсулин. Есть диабет, который, извините, от переедания сладкого или переутомления поджелудочной железы. Поэтому, смотря какой диабет вы имеете. Сахара зашкаливает. Вот, значит, здесь, когда такое сахар зашкаливает, значит, берем и меряем так называемые углеводные единицы, от чего люди едят. То есть, фактически, когда меряют, в принципе, эти углеводные единицы, раскладывают весь свой, ведут пищевой дневник, раскладывают свой рацион с доктором, который занимается этим эндокринологом, где у нас очень много углеводных единиц, которые способствуют сахарам, сразу понятно, где, чего и как. Потому что, фактически, пейте чагу, господа, если у вас сахара зашкаливает. То есть, вот эта чага, СВЛ, она великолепно снижает сахара. И в том же самом коллаген развели в воде, бросили туда вот эту чагу. Извините меня. И если вы не будете у меня переедать всяких там плюшек, всяких там сладких конфет, не будете пить там всякий квас, это дрожжи с сахаром, не дай бог колу, уберете сладкий чай, кофе, не будете помогать поджелудочной железе, соответственно, разгрузочными днями, хотя бы раз в неделю, то фактически сахара пройдут в норму. Пожалуйста. Нужно ли удалять аденоиды? На самом деле, аденоиды, как раз в отличие от гланд, удалять имеет смысл, но опять же, насколько запущен процесс. У меня были детки, которые достаточно неплохо на гомеопатии, на продукции компании СВЛ, у них эти аденоиды приходили в норму. Но обязательно с ними еще работал остеопат, соответственно, и обязательно включали вот эту правильную лечебную физкультуру. Если же у вас нет ни гомеопатии, ни остеопата, соответственно, у вас нет понимания, что надо вот эту всю лимбу расшевелить, как говорится, помочь ему, чтобы у него иммунитет заработал, то фактически тогда, да, аденоиды удаляют. Но здесь возможны опять же процессы рецидива, потому что удаление аденоида – это, скажем, проблема уже со следствиями, не с причинами. А так, в целом, в данной ситуации, если, как говорится, вы не хотите того самого задержки умственного психического развития аденоидного лица, куриной груди, то, в принципе, в этом каком-то этапе, может быть, аденоиды от бессилия, да, нужно удалять. Это лучше, чем, если мы не удалим аденоиды и не выполним то, что я говорил, вот этого системного подхода для лечения данной проблемы. Гланды удалять, я считаю, не нужно, аденоиды, если вы, как говорится, ленивые или недостаточно разумные, имеет смысл. У партнера очень сухая кожа. Спрашивают, что применять из нашей продукции, чтобы не было данной проблемы. Сухая кожа, если мы не говорим о заболевании, так называемой шегрен, это системное слинканное заболевание, когда сухая скиистая, сухая кожа, то, в целом, это чаще всего связано, первое, это, соответственно, гипофункция щитовидной железы и недостаток хорошей микрофлоры в кишечнике, которая помогает вырабатывать витаминные группы В, которые как раз делают кожу не сухой. То есть, этому пациенту имеет смысл, если он только еще там проверит щитовидные железоногормоны на УЗИ, если там все в порядке, то дальше из нашей продукции, это как раз то, что я говорил, витамины, минеральный коктейль с предиолайфом, и, пожалуйста, данному пациенту имеет смысл где-то хотя бы раз в квартал гонять всю эту паразитарную флору в животе, это как раз предыдущая тема вебинаров, все, что касается желудочно-кишечного тракта. То есть, мы говорим, мы гоняем глистов, да здравствует препарат, который у нас называется ауксилиум, мы гоняем всяких там грибов, это как раз от этого триада, хотите кардисепсинти в минералке, хотите, соответственно, чай, печать знахаря, соответственно, то есть, это там предыдущая тема вебинаров, и все это осветил, поэтому будьте так добры, полистайте свои, как говорится, партнеры, полистайте свои талмудики, что мы конспектируем, сделайте выводы и вперед. При подагре действительно нельзя пить крепкий кофе и крепкий чай. Что такое подагра? Подагра это нарушение обмена мочевой кислоты. И вот фактически очень большую функцию в этом нарушении играет переутомленная желчная печень, селезенка поджелудочная. И как только вы грузите экстрактивными продуктами, алкоголем, или когда очень много белка, они не справляются, нарушается этот обмена мочевой кислоты, вы получаете проблему. Поэтому вот этим людям как раз, условно говоря, вот такая вот как бы разнующая диетическая терапия, которая ближе где-то к вегетарианству или посту правильному, она будет помогать. А вот все, что грузит алкоголь, крепкий кофе, крепкий чай, много-много белка, которое тоже нагружает эту печень, желчную поджелудочную, если идет, это вот будет это дело стимулировать. Хотите, как говорится, от подагры избавиться, то есть, по сути дела, вы уже посадили себе печень, желчную, селезенку поджелудочную, их надо восстановить. И это мы говорим, пожалуйста, разнующий день в неделю по системе Брэга 36 часов, 3 разнующих дня в месяц, 10 разнующих дней в год. Фактически, если вы при этом соблюдаете правильные вот эти питания и все остальное, вы можете это восстановить. Только обязательно еще правильная лечебная физкультура, чтобы у нас все шевелилось внутри. И будьте добры, делайте вот эту профилактику для ЖКТ, то, что я объяснял, как раз то, что касается желчной печени, поджелудочной, это касается темы вебинаров для желудочно-кишечного тракта. В том числе соленая. Почему соленая? Потому что очень часто соленая это экстрактивная пища, то есть, обычно, скажем так, соли, они больше как бы нагрузки на почки. Но почки в данной ситуации, это тоже то, что выводит эту мочевую кислоту. И получается, что печень, то есть, фильтры грубой очистки лимфы крови, печень желчной, срезенка с поджелудочной, фильтры тонкой очистки крови, почки. То есть, когда вы в себя запихиваете все, что, как говорится, раньше вам казалось вкусным, вы эти фильтры напрягаете. А их теперь чистить надо. Сидеть на воде, читаем брега, как говорится, чистим и приводим себя в порядок. А иначе тут вы не вернете им, как говорится, более-менее нормальное состояние. Потому что здесь, понимаете, нет такого, что как машину загнал, как говорится, на капиталку, и все. Вы же продолжаете жить. У меня надо теперь немножечко, чуть-чуть перестраиваться. Потому что, если вы гоняли свой организм, как хвост и гриву, то вы этот свой жигуль сделали из него хлам, теперь надо его собирать в кучу. Вот так вот. Поэтому соленое тоже в этой ситуации не имеет смысла. Но очень соленое. Не грузите почки. Да. От подагры очень хорошо помогает Арктика под язык, утром, обед и вечером. И в основном вода с подставки. И никакой еды. Ну я шучу, конечно. Вы не подумайте, что это совсем уж так. Ну вот я говорю, лучше просто-напросто поднимите поле Брега, потихонечку расстройтесь. У него эта книжка «Чудо голодания», я считаю, это такой основной труд, чтобы настроиться. И в целом вы приведете свои фильтры потихонечку в порядок. Но только не забывайте, что он опять в своей всей литературе, он писал, все не только про голову, он системно подходил к этому вопросу. Это человек, который своей жизнью доказал, что то, что он говорил, это правда. Потому что когда он в 90 лет почти катался на серфинге, на большом рифе, его там полна все-таки подвернула, и он там просто закликнулся на вскрытие, показало, что у него организм внутри, как у молодого. То есть фактически человек доказал своей жизнью, все, что он говорил, имеет место быть. Тут люди, извините меня, в 50-60 лет на серфинге прокатиться не могут. Я уж не говорю про роликовые коньки или скейтборд. А человек в 90 лет это творил. Все, что ли? А по нашим временам, правильно, товарищ, я с вами полностью согласен, по нашим временам голодать еще и очень бюджетно. Как раз еще пенсия, как говорится, до 63 лет. Кто не успел, тот покрасывался у нас и приведет себя в порядок. Да, самое главное, меньше вот этих так называемых экстрактивных веществ, и то, что вот мы говорим, белок, который с трудом, возможно, будет перевариваться, то же самое, желчный печень, поджелудочная, и с трудом будет выводиться почками. Вегетарианцы, да здравствует, в данной ситуации. Подагрой всегда была болезнь аристократа. Крестьяне каждый день мясо не ели с вином. Только аристократы себя так баловали. А крестьяне работали, и до 100 лет многие доживали. Наталья пишет, большое спасибо за информацию, большое пожалуйста, если, как говорится... Только, пожалуйста, я вот то, что все это дело вам тут озвучиваю, вы себе немножечко там где-то конспектируйте, если что, я могу сейчас еще вот тут дальше опять вот это вот... Кто не успел законспектировать, посмотрите, соответственно, чтобы потом, когда будет... Вот сейчас вот то, что я озвучивал, это, скажем, узкие какие-то спектры каких-то заболеваний. Но у человека не бывает только, что у него только одно, блин. У него очень часто букет, особенно с возрастом этих заболеваний развивается. И надо понимать, что вот мы говорим, мы системно, когда подходим, мы, получается, убираем вначале самое острое состояние. И здесь как раз вот эти все моменты я озвучивал. Затем, менее острое, тоже дальше получается мера здоровья, и организм справляется с менее острыми состояниями вот этими заболеваниями. Если мы подходим, опять же, системно, то фактически самое главное помочь в самом слабом месте вначале, где больше всего симптомов. А затем дальше, дальше, дальше мы поможем во всех остальных. И если мы работаем системно, мы все равно решим проблему, куча вот этого букета заболеваний. Все понял, посмотрите на ютубе. Я понял, значит, там она есть. Хорошо, спасибо. Ну, я смотрю, вопросов больше нет. Засим, как говорится, большое спасибо за внимание. Счастливо. Еще раз прошу вас, будьте здоровы. Я желаю вам всем здоровья. Продолжение следует...